Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Михаил, я преподаватель по гитаре. Сегодня я хочу поговорить о теме, которую не всегда затрагивают педагоги по гитаре. И сами музыканты не всегда интересуются, скажем, не часто. Я хочу поговорить о гитаре, о инструменте, которым аккомпанируют. Дело в том, что есть ошибочное мнение у многих гитаристов, что гитара это прям сольный инструмент. Это не совсем так. Гитара, скорее, все-таки инструмент, который аккомпанируют в артесте, потом уж сольруют. И, соответственно, музыкант, играющий на гитаре, он должен быть барабанщиком в какой-то степени. А для того, чтобы это все уметь делать, это надо, чтобы у человека было раскрепощенное тело, то есть ритмически он должен быть раскрепощен. То есть имеется в виду, что он должен ногой стучать какую-то долю, а в руках делать совершенно другое что-нибудь, да? Ну, например, да? То есть я играю различные ритмические рисунки, при этом у меня нога играет все время одну и ту же долю. Для того, чтобы это произошло, существует несколько видов упражнений, которые я чуть позже продемонстрирую. И надо еще знать, вернее, понимать такую вещь, что на гитаре существует три поля для игры аккомпанемента. То есть нижние две струны, средние две струны и верхние две струны. Там совершенно разный звук, то есть имеется в виду, что вот внизу вот такой звук, середине такой, а внизу вот такой сверху. Этим пользуется человек, когда аккомпанирует на инструменте. То есть, когда мы играем какой-нибудь аккорд, он может прозвучать вот так, может прозвучать вот так, может прозвучать вот так, да? Соответственно, можно использовать это в процессе игры опять-таки. И посмотрите еще, что имеется в виду с точки зрения отношения вот к ударам на гитаре сверху, снизу и посредине. Вот я сейчас покажу, предположим, барабанный рисунок. Вот смотрите. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Большой барабан. Малый барабан. Хет. Брейк. И у меня, если заметили, нога стучит все равно одинаково, вне зависимости от того, как я двигаю руками. Для того, чтобы это сделать, вот следующие ритмические упражнения, которые я вам продемонстрирую, они призваны укрепить вот это состояние. То есть, сыграть триоли на первую, вторую, третью долю, шестнадцатую на первую, вторую, третью и четвертую долю. Естественно, когда вы эти упражнения поиграете, то и после этого надо пытаться их варьировать ими. То есть, сыграть, скажем, там один кусочек от на первую долю, один на вторую, один на третью. Потом перемещать каким угодно образом. То есть, это целая, получается, наука, которой можно заниматься достаточно долго, чтобы научиться делать это правильно. Потому что когда мы играем сома, это тоже, собственно говоря, набор ритмических рисунков, положенных на ноты. То есть, когда мы играем соло, вот у нас звучит вот подлинный такой вот. Раз, два, три, четыре. так как это там как и как там так 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 вот смотрите теперь если на эти вот ритмические фигуры поставить ноты различные высоты получится соло в первую очередь она будет ритмичным вот это я не хотел вам сказать а теперь приступим вот к самим собственно говоря ритмическим упражнением и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok